Кросс-нация 2012 объединил российских любителей бега, но в Уренгой исключением не стал. Старт этого масштабного мероприятия состоялся в воскресенье. По традиции соревнования прошли рядом с городской администрацией. Отмечу, в этом году на дистанцию вышло около тысячи участников в нескольких возрастных группах, а также состоялся VIP-забег. Подробнее об этом расскажет Елена Золотилина. Регистрация открылась в 9 часов утра. Именно в это же время начался дождь и подул холодный северный ветер. Но я надеюсь, это никак не отразится на количестве участников сегодняшнего Кросса наций. Горожане один за другим начинают подходить к столикам регистраторов. В обмен на сведения об имени и фамилии – футболка с символикой соревнований и номер участника. Эти вещи останутся у спортсменов и будут служить напоминанием о всероссийском Кроссе. У каждого, кто сегодня выйдет на беговую дорожку, свои мотивы. Ольга Пушкина впервые пришла на старт. Своим примером она хочет преподать урок выдержки и упорства молодому поколению. В забеге должны были участвовать я и моя дочь. Но, к сожалению, она у меня приболела. Но, тем не менее, мне хотелось бы ей показать, что такое спортивный дух и воля к победе. Тем временем дождь усиливается. Крупные капли то и дело попадают в объектив. Вместе с уровнем воды растет и количество спортсменов. Людей не пугает перспектива промокнуть насквозь и замерзнуть. Мысль, что побежишь вместе со всей страной, делает воздух чуть-чуть теплее. Именно ваши сегодняшние действия доказывают то, что город Новый Рингой не первый год удерживает за собой звание города, где живет спортивная элита Ямала. Спортсменам желаю честной и справедливой борьбы на дистанции, организаторам и судьям неподходности и справедливого судейства. Прошу соревнования считать открытыми. До большого старта остается совсем немного времени. Заканчиваются последние приготовления, звучат напутственные слова и пожелания успеха. Первыми внушительные лужи отправляются покорять малыши. Некоторые вместе с мамами и папами. При такой поддержке никакая глубина не страшна. Следующими бегут дети постарше. Им нужно преодолеть один километр. На протяжении всего пути болельщики подбадривают своих героев. Было тяжело бежать, потому что там как бы получается не километры, а больше. Ты же занимаешься футболом? Все равно тяжело бежать подожди. Хоть дождь, хоть град, хоть камни с неба. Северная природа не часто балует нас хорошей погодой. Рассчитывать на ее милости не приходится. Однако жители нашего города такие мелочи остановить не могут. Елена Золотилина, Феликс Россихин, служба новостей «Импульс».